Индустриальный парк Димитровграда пополнится новыми резидентами. Это лишь некоторые итоги работы ульяновской делегации на 20-м Петербургском международном экономическом форуме. Компания «Эльбрус» создал в городе атомщиков производство химических и углеродных волокон, а «Икар Лимитед» из Казани разместит производство рулей для грузового транспорта. В Риве губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обсудил также с управляющим ДААС Алексеем Каменцем и генеральным директором ОАД Сергеем Федченко обстановку на промплощадке ДААС. Из-за потрясения автомобильного рынка России предприятие потеряло значительное число заказов. Региональное правительство совместно с руководством группы ОАД направило в Минпромторг России пакет документов для включения данной площадки в реестр промышленных парков. И уже получен результат. Предприятия ДААЗа переведены на четырехдневную рабочую неделю, а с 1 июля 2016-го его сотрудники начнут работать в обычном режиме. Десять лет назад в Димитровграде на верхнем пруду появилась пешеходная дорожка. Причем лишь на время очистки водоема. Учитывая пожелания жителей микрорайона Химмаш, решено ее оставить. Со временем покрытие поизносилось. На этой дамбе побывали представители мэрии Димитровграда. И ответственный за сферу ЖКК Антон Изотов заверил, что на дорожке частично будет сделан ямочный ремонт. Причем успеть должны до 30 августа. Установка каких-либо ограждений не планируется. Уже в четвертый раз в последнее время на пульт ЦУКС спасателей поступает звонок о возгорании в одном из пришкольных лагерей Ульяновска. На сей раз загорелся гардероб школы номер 6. Находившиеся в пришкольном лагере дети и персонал организованно эвакуировались. Цель занятия – научить начальников детских лагерей проведению практической эвакуации детей из школы в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Показали, как себя вести и как правильно проводить данные мероприятия. Тем временем прибыли специалисты пожарной части номер 1. Выслушали доклад начальника лагеря, провели разведку и ликвидировали очаг возгорания. Случившееся стало одним из элементов практических занятий обучающего семинара, проводимого сотрудниками Госпожного отзора с начальниками детских пришкольных лагерей Ленинского района. Им напомнили, какие требования необходимы для обеспечения пожарной безопасности детей. Позже всем продемонстрировали процесс тушения огня, а школьники примерили пожарную абонисцию. Еще раз что-то.